Чайковский, Лермонтов или может быть Курчатов название 45 аэропортов нашей страны дополнят великие имена России. Масштабный конкурс сейчас в разгаре. Начался второй этап. Принять участие может любой желающий. Как будут выбирать новые названия и когда станут известны победители? Всё узнал и расскажет Ольга Армякова. Аэропорты страны примеряют новые имена от Калининграда до Владивостока. А значит летать скоро будем не из города в город, а буквально в гости к Шишкину или, например, Чайковскому, Некрасову или, допустим, Менделееву. Это уж как проголосуют в регионах. Путешествие во времени и в истории. Дорога в облаках, где и теперь обсуждают и выбирают от адмиралов до кинорежиссёров. Великие имена России. Связь эпох и поколений. Я думаю, что инициатива положительная. А почему? Потому что так легче запоминается и вспоминается, и к истории приближаемся. Если в честь кого-то называть, то, во-первых, тем самым мы чтим, может быть, память, высказываем какое-то своё уважение к этим великим людям. Второй этап национального конкурса, когда время предлагать свои варианты. Вся информация на сайте великиеимена.рф. Целую неделю здесь ждут ваших предложений, чтобы составить так называемый лонглист. Список имён претендентов от каждого региона. Из него потом и будут выбирать, определяя самые популярные имена. Это хорошая возможность для всех наших сограждан поговорить и ещё раз с благодарностью вспомнить нашу великую историю. Сотни тысяч имён. Нам ведь есть из кого выбирать. Ослепительный аэропорт Благовещенска, где уже выпал первый снег, предлагают назвать в честь Леонида Гайдая. И тогда пассажиров будут встречать герои всеми любимых комедий. Если бы дать ему имя Гайдая и продекорировать, продекорировать элементы из фильмов гайдаевских, ну, это будет просто потрясающе. Сразу два ярких имени в Ставропольском крае. В Пятигорске домик Лермонтова, в котором он провёл последние месяцы жизни. В Кисловодске, музей Солженицына, где и родился великий писатель. Северный Кавказ, он удивителен всегда и гостеприимен. А учитывая того, что Александр Исаевич всё-таки раздился на Северном Кавказе, Кисловодск — это тоже район кавказских минеральных вод, но почему нет? Присвоить имя аэропорту вовсе не значит его заменить. Лишь дополнить привычное название останется неизменным. А вот само имя по условиям конкурса должно быть неразрывно связано с регионом. Поскольку общественность посчитала, что мы боимся обсуждать нашу недавнюю историю, и оргкомитет принял решение допустить выдвигать имена политиков, действующих в последние столетия. Сотни волонтёров уже сегодня выйдут на улицы в разных регионах страны, чтобы рассказать о конкурсе и помочь всем желающим принять в нём участие. Сделать свой выбор можно будет по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Победителей объявят 5 декабря. Ольга Армякова, Андрей Чистюков, Виктор Приходько, Алексей Калач и Антон Загорский. Вести.